шиповник черный и красный всем доброго времени суток с вами канал artmania моя семья находимся мы я вам обещала что мы будем гулять пойдем гулять мое родное место там где я выросла порядка с четырех с 5-6 лет здесь был мой подъезд пятый этаж ребенок забыла мой дом здесь я прожила до 11 лет очень люблю это место здесь мои все друзья площадку вот это тут была горка сами делали забора этого не было прямо уезжали вплоть до подъезда ногами там площадка качели были там вдвоем можно было втроем четвером даже кататься бегали здесь порядка 20 лет назад это было снится этот пробел мне снится большим очень же здесь прям полянка там кстати за домом был хлебзавод звят его снесли жалко камера появилась у нас попозже успел я снять туда же не другую сторону другую сторону да туда 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 куда ты пошел туда туда ну что ж ты идешь то куда вот тут вертикально находится тут кстати по-моему он и остался помочь от за синяя дверь от это здесь был этот кружки короче всякие второго этажа них помню было денежное дерево такое большое в диаметре его ствол наверное был сантиметров 7-8 где-то вот так и на всю жизнь запомнился тут другой двор здесь котельная с той стороны горка мы это велосипеде училась кататься по-моему я говорила что только в этом с этой стороны двора мы были очень редко в основном в нашем дворе нас собиралось очень много порядка 10-15 человек почти что я была инициатором всего всех вытаскиваю на улицу как только я переехала все сразу перестали друг другом дружить перестали общаться гулять двор сразу опустел если я болел тоже никто не выходил на улицу а вот женька привет женька подожди подожди а вот это зима не мороз вроде а ты красненький сегодня вот тебе какую ляпочка и какую ляпочка у тебя сейчас сфоткаю красненький у меня палец под камерой тут тоже а вот здесь кстати я помню бабушки сидели продавали леденцы на пол на спички раньше такие пальбы я помню 50 копеек стоит потом рубль 50 или рубль не дальше другом дворе на киевской здесь тоже мы редко были а там вот за этим дом находится магазинчик там мы нам счет приходили не помню зачем это мы там покупали девочки были гаражи всегда я не всегда не всегда а м а а а а а а а а она а а а а Забыла сказать, что идем сейчас в дом обоев немецких или немецкий дом обоев, покупать обои в коридор. Должны были покупать Жене на родителей обои. Но они хотят купить скидочек опять. Ай, аккуратно! Аккуратно! Аккуратно, Дима! Ой, Женя! Путаю вас уже. То был один Женя, а теперь Женя и Дима. Дима и Женя. Перепутаешь вас всех. Ну вот, но они хотели в коридор купить кирпичик. Уже эти кирпичики у меня достали, честно говоря. В каждой квартире, в которой мы жили, они везде клеили эти кирпичики. На кухне, в коридоры, в комнате. Они везде, кругом эти кирпичики. На квартире тоже кругом эти кирпичики. На даче. Везде. В квартире. Везде эти кирпичики. Уже тошнит меня от них. Не видели бы мои глаза. Поэтому придется тратить мне свои деньги, которые я откладывала за антизатор. Или колонки музыкальные, не знаю, еще не решила. Ай, надеюсь, что уж тобой не так будет дорого стоить. Потому что мне придется все деньги отдавать за них. Вот тот вор. Ты че тут встал-то? Посередине. Че там? А тут че? Какая-то дверь. А, тут охрана. А тут, кстати, центр раньше. Помню, не знаю, сейчас синоптики там сидят. Я помню, всегда с мамой проходила. Я говорю, мама, я когда вырасту, я буду синоптиком. А как выяснилось, найти работу синоптиком, мне кажется, так сложно. Здесь какой-то центр? Тут че-то другое уже, да, Женя? Федеральный. Дальше прямо идти, а потом направо. Ай, здесь уже другое. Здесь уже другое. Тут тереминки. А, 8 минут сегодня. Так красиво. А тут сейчас мы выходим к станции метро Осковской. Там, кстати, с той стороны мы с вами уже были. Вот она. Направо. Вот она кольцо. Угу. Понимаешь. О, еще идти, идти. Убегай. Убегай. Ну, здесь у них спинушки, как обычно. А в этом доме я первый раз купила томовуч. Вернее, мама мне купила. Тогда еще это был уционок, цыпленок. Вот такой вот дом обоев. Зашла обоев. Я ничего не нашла. Ну, наверное, не нашла. Без рисунка. Хочется что-то мелкое хотя бы. Там был цвет под морской, но нежно-нежно-нежно, с белым оттенком. Я его сфотографировала. Не знаю, если получится, а в конце ролика предоставлю. Надо было побольше пофоткать. Уже привыкли бы, что блогеров полно. Сейчас тут у нас Женька должен прогуливаться. Что не прибудет снега? Куда он делся? Куда он делся? Сказал бы тут гулять. Здесь как-то мужик форточкой застрял в этом доме. А вон он. Как всегда стоит мне выйти и он уходит где-нибудь далеко-далеко. И потом его стой и жди. Новогодние сосульки. И на каждом столбе. На каждом столбе смотрите. Новогодние сосульки. Развесили. На каждом столбе по сосульке. По две даже. Классно. Вот это прям вообще шикарное. Как будто специально вешали сосульки. Тоже. Подарок я хочу свой потрогать к Новому году. Я его хочу сначала потрогать. А потом заказать. Пятерочка тут открылась. Все это странно мы еще с вами не проходили по-моему. Тут магазин какой-то открылся. А тут тоже смотри еще не нарядила природа. Фонари со сосульками. Еще не нарядила. Тут уже машины просто стоят. Там хоть движение было какое-то и ехало. Машина. Ну-ка остановись. Маленький. Маленький. Такой колесенький. Прыгнет. Машина тут. Машина. Кругом машина. Там пустырь с той стороны. Там здание. А вон кстати не до конца снесенное здание. Это не получается. Жень побежит. А с той стороны я показывала вам. Мы здесь осенью ходили по-моему. А вон там смотри как природа сосульками нарядила дом. Жень. Он тот. За забором. Видишь? Там много их. Здесь девушка у нас курит. Сейчас мы ее заснимем. Родители ее посмотрят. Потом дома отругаются и скажут. Ах ты. Куришь. А тут был 9-й хлебозавод. О котором я сегодня вам уже говорила. Какие-то и горы, горы. Его я за фотографию найду. Я в конце ролика подоставлю. Там я практику проходила. Здесь лошадка у нас. С нереально большой головой. Людер одетый. Подожди. Луна вон. Ах ты господи. Уже спела я. Все бегут, бегут. Бегут. Ой. Асфальт уродит. Ай-яй-яй. Женька. Я чуть-чуть скальзовалась. Это зайка. Спит. Носовый треш. Носовый треш. Хлеб. Здесь всегда был запах. Запах хлеба. Здесь испекался очень вкусный хлеб. Ржаной. Круглый. Высокий. Низкий. В основном я ехать помню. И поскольку мы жили вот здесь вот рядышком. Мне мама посылала каждый выходной за хлебом. Купишь хлеб. В итоге его половине съешь. Приносишь уже обгрызть. Но это у всех было. Потому что он такой теплый. Один раз помню прям горячий был. Я его еле донесла. Кстати там смотри, забор. Сняли. Там пустырь теперь. Что-то открылось там. Уже построили. Остался только въездной забор. Въездной. Магазинчик был. Вот он. Тут заезжала машина с той стороны. Что там открылось? Мойка же не была. Ну вот. Тут уже ничего не осталось. Остался только от 9-го крепзавода забор. И все. А дерево здесь было дерево. Помнишь? Мойка. Сама. Обслуживание. А, мойка сам моет машину свою. У нас такие появились. Как же не пачкаешься ты так? Странно. Здесь было дерево. Оно вросло в забор. Вот. Его видать тоже спилили. Убрали. Здесь прям были кустики такие. Вот на месте этого забора. Крылья мойка. Наверное она подешевле будет. Ой, а там смотри какая красота. В камере не настолько видно. Но видно. И церквушка видна. И ладья. Два дома ладьи. Здесь построить надо что-то. Ну что-то уже строят более давно. Да, я еще скоро зову его. Пустырь будет. Пустырь будет. Ну что, про что тут? Здесь уже все-таки оканки. Вот даже больше, наверное, пустырь-то. Уже бы сделал из этого дома музей какой-нибудь. Он стоит вон краешек. Да мне тот дом жалко. Красивый дом. Ну вот его начали сносить. А выяснилось то, что он это. Ну да. Старенький. Да. Постройка такая. Нельзя это видеть. И он наполовину остался снесенным. Вот с другой стороны ракурс. С другого. Посмотреть можно. Там с одной стороны дома. А с другой стороны там видно, что там внутри. Наполовину снесенный. И стоит он уже тут. Этот пустырь вместе с этим домом. Уже лет пять, наверное. Да? Лет пять стоит наверняка. Больше даже, наверное. Здесь у нас караван. Рынок одежды. Когда-то мы там с мамой одевались хотели. Когда я ребенком была. Потом все подорожало. И дешевле уже было в магазине где-то купить. Сейчас уже давно туда не хожу. Там уже дорого. Сейчас дешевле в магазине купить. А это вон там вон. Остановись уже. Остановись. Остановись. Здесь вот тут остановка. Вот эта вот остановка. Проект от остановки сделал мой знакомый. Остановка, конечно, не действующая. Просто она тут стоит. Остановка. Ее надо было все-таки на месте остановки ставить. А не просто где-то там. И к ней больно не подберешься. Один си топор там вот далеко. Второй подземный ход. Не смысл ходить. И больно не сфоткаешься. Чтобы ее всю захватить надо дойти подальше. Она так стоить неудобно, что не пытается. Слушай, там еще что-то строится, Жень. А откуда там место взялось-то? Что-то пойми. Смотри. Вот я смотрю где-то. Не, было видно. Где они взяли место там. Мне кажется, сказалось уже дыхком. Там все дорого-дорого. Там и карточки с разными скидками. Но все равно. Как что-нибудь эксклюзивное купить? Да, может быть. Чего нет в других магазинах. Там у нас Белай. А зелененький. Я там себе раньше шампунь купила. Там был один шампунь очень классный. Волосы такие. У меня они пустые. Всегда были. И после того, как помоешь, они торчали в разные стороны. Что ты? Здесь даже аромат чувствуешь? Золотого яблука. Такой дорогой. Все брызгаются, брызгаются там. Ну, кстати, в Дольче Кабано я здесь троечку не нашла. Заходили. Скалы нету здесь. Жалко. Теперь я ее брызгаю редко. Уж очень мне нравится этот запах. Такой. И чуть-чуть нежный запах жвачки, арбузика. И что-то такое нежненькое. Из старого дача прошибку долить в новый дач. И тогда дисплей будет работать. Вот. Подходим. Классно. Ну, начинается он такой, как бутик. А потом там уже просто, как обычный магазин. Интересно. Вот и там был такой необычный шампунь. Его нигде больше не продавалось. Только там я проходила. Тут так он штук пять покупал. Да, в МВИДЕО. А потом упаковка сменилась. Сам шампунь состав тоже сменился. И перестал подходить. Так. Вот он в МВИДЕО. Пойду я. Мяч. Молодец. Димулька тут. Димулька погулял. Под конец заснул. Да, Дима? Дима, какая тут картина. Да? Картина? У тебя картина? Да? Зашла я сейчас в своё видео. Посмотрела синтезаторы. Тот, который я хотела, он там был. С трудом нашла консультанта. Пыталась найти звук электрогитары. Но что-то мы не нашли. Короче, не знаю я. Брать, не брать. Хочется, конечно. Но понимаешь, что это просто детская забава. Попромчать. Потому что мечтаю с детства иметь своё пианино. Но я хотела, конечно, учиться. Но не до учения было в детстве. Да. Да? Да, да, моя ручка. Ай, ручки согрелись уже. Да, Дима чуть варушку не потерял. Варушка у нас уже дома вдруг отлетела. Да, отлетела. Вон она. У нас уже кто-то тут уборку вон затеял. Уже оторвал. Всё тут уже разбросала. Сейчас мама опять начнёт убираться. Всё разбросано тут. Дима в одежде. А он уже побежал. Взял. Он взял лейку. Понёс её. Да. Лейка. Где у тебя лейка? Лейка. 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 Где лейка? Лейка. 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 Тик-так часы, да. Лампа. Да, лампа. Часы у нас уже пол седьмого пришли. Мы где-то начало шестого. Дима сейчас поел кашу. Я готовила кашу дружбу сегодня. Там рис с пшёнкой. Дима её с удовольствием поел. Но, видимо, ему что-то мало. Не знаю. На ночь, наверное, посмотрим либо суп, либо кашу. Не знаю, пока что ему дам. Да? Да. Выливается. Ой. А как Дима танцует? Ай, 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 плечиками. А какой Дима высокий? Какой Дима большой? Вот какие мы большие. А теперь танцуй. Танцуй. Дима, танцуй. А-тя-тя. А-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя. А-тя-тя-тя. Танцуй. Вот и как мы танцуем. Вчера соседи музыку вырубали. Где-то примерно в это же время. Да. Да так громко. Аж слова были слышны все. Да. Да. Ой, какие вы счастливые. Да. Да. И покушали. Тебе ещё молочка скажи. Я вообще был самый счастливый малыш. Да. Бегать гулять будем с тобой? Да. Будем? Что? Что? Прибралась мама? Прибралась. Почти... Да? Да, комбинезон. Да. Комбинезон. Ой, подушка! Ой, какая подушка! Да, ты что там с ней делаешь? Ой, да ты смотри, сейчас там ударишься, Дим. Ой, подушка какая! Что ты там делаешь с подушкой? Ой, Дима ползать начал. Пополз, пополз. Иди, ползи ко мне, ползи, зайчик. Да ползать, кажется, так интересно, скажи. Да? На той квартире мы жили, у нас была очень маленькая комнатка. И ползать вообще было негде, он только по кровати ползал. Лежал еще ковер, который постоянно был пыльный. Как бы я его не пылесосила, не мыла, он все равно был пыльным. Было ужасно. Я ребенка боялась просто отпускать. По полу ползать. Хотя, стелила я какое-то полотенце, но его было мало. А здесь уже вдоволь. Сюда, конечно, я уже переехала, я не захотела никакие полосы, ковры. Ничего не хочу. Проще помыть полу и все, и чистенько. Беги, 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 беги. Беги, беги. 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 Ну, что ты не убегаешь, а? Что ты там меня достаешь? Кубики у меня тут всякие. Кубики, треугольнички. Кстати, вот они, фигпрайсовские. У них мягенькие. Хочу еще три пачки таких купить. Сначала я подумала, когда покупала. Ну, ладно, пускай будет пока. Потом, когда стали играть, ну, блин, ну, фигневый, типа, мягенький. А родители говорят, такие мягкие гораздо лучше, чем деревянные. Деревянный ударился, ребенок больно. А тут ударился, если об него, то он мягенький. Бросил его об стенку, он тоже мягенький. Ну, ладно, все. Лежит. Догоню! Догоню, догоню, догоню! Ой-ой-ой, аккуратно! Догоню, догоню, догоню! Догоню, догоню, догоню! Ну, иди сюда, иди сюда. Ой, ты мой. Ты мой маленький, да. Так. Ой, татьяна, ой, татьяна. Бери, бери, бери. Бери. Ай! Убежал. Догоню, 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 догоню! Догоню, догоню, догоню! Ну, где ты там? А, забыла. Иди сюда. Догоню, догоню, догоню! Ай, ты никакой, простой. Ой, рука у тебя мешает, моя. Смотрите, как красиво получается. И вторая, смотрите, как классно. Сверху полила соком небольшим. Короче, не дождусь я своего мужа. Уже тут немножко вот накладывала. Сейчас буду накладывать себе кашу. Каша дружбы. И буду, наверное, кушать. Потому что время уже 8 часов. Его всё нету. Он в тренажёрном зале. Всё занимается и занимается. Поэтому, наверное, я буду кушать. Не буду его ждать. Вот. А с вами, наверное, я уже попрощаюсь. Давайте всем пока-пока. С вами был канал Artmania. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok